Привет всем зрителям моего канала в YouTube. Хочу поговорить сегодня на тему дня, которую обсуждают все украинские СМИ, комментаторы и так далее. Это указ Зеленского о том, что должны быть внесены изменения, я уже знаю, как там точно, в украинское миграционное законодательство. В частности, касающиеся россиян. И насколько я это понял, будет убрана необходимость выхода из гражданства, официальную процедуру выхода из гражданства Российской Федерации для людей, которые подвигаются там репрессиям политическим, либо бежали оттуда в Украину. И вот им не нужно будет приносить эту бумагу о том, что они отказались от российского гражданства. Дело в том, что да, это такой пробел, достаточно странный и дикий для пятого года войны, потому что многие люди воюют, кто-то переехал сюда навсегда. Я не себя имею в виду, я крымский татарин, у меня по закону бабушка родилась в Крыму, и понятно, что я имею право на гражданство, я его получил по-другому по этому пункту. Но для других это проблема, кто не может сказать, что у него родители или бабушка с дедушкой родились в Украине, это проблема. И вот требовали эту справку, что ты отказался от гражданства. Я, хотя и не мог совмести процедуру, я скачал с сайта консульства РФ в Киеве форум об отказе от гражданства, вложил туда сколько там требовалось, три фотографии, написал причину отказа от гражданства. Это не согласен с агрессивной внешней политикой и войной против Украины, аннексией Крыма. И взял паспорт Российской Федерации, положил его в конверт, запечатал заказным письмом под опись вложенных документов, отправил в адрес российского посольства. С тех пор, правда, ни ответа, ни привета, ни о доставке, ни о чем сообщения не было. Ну и я когда об этом забыл и не думал об этом, вот сейчас просто вспомнил в связи с этими новостями. Да, это позитив, конечно, так и нужно было сделать, потому что это искусственные бюрократические препоны, создающие проблемы для людей, на беженцев политических и преследуемых людей, и воинов с российскими паспортами в АТО, у которых и так полно в этой жизни проблем и которые многое делают для Украины и для борьбы с Россией, с ее режимом и так далее. Это, конечно, плюс. Однако, сама идея смягчения законодательства миграционного, которое в Украине очень сложное, кстати, кто сталкивался, у меня друзья, сталкивались, знакомые. Это очень детализированная, достаточно сложная процедура. Там, например, еще нужна справка о несудимости. Вот представьте себе, это, по-моему, для получения вида на жизнь, с этим память не изменяет, вот представьте себе человека, который преследует в России по какой-нибудь статье Уголовного кодекса, а там же не написано, что у тебя политически преследуют. Там, кстати, экстремизм, кого-то в терроризме обвиняют, в несуществующем, как крымских татар, например, кого-то еще в чем-то, кому-то шьют экономические дела, кому-то... Ну, понятно, это же система такая, был у человека статья найдется. И вот эти люди должны были приносить справки о несудимости, российские справки о несудимости, как будто войны не было, да, в украинские органы миграционные. Это, насколько я понимаю, тоже не будет требоваться, когда закон изменит. А что изменит, вы уже понятны. Это, конечно, позитив. Теперь о той дискуссии, которая развернулась после. Вообще, стоит ли предоставлять гражданство Украины россиянам в каком-либо упрощенном порядке? Если да, то там, насколько я понял, речь идет вот в этом указе о тех именно, кто стал политически жертвами политических репрессий в России. Тут, ну, тут многие сразу высказались, и Аркадий Бабченко, и украинские журналисты, которые понимают в теме, что быть жертвой политических репрессий в России, это не всегда равно быть лояльным Украине. Я фамилии не буду приводить, например, ну, просто возьмем, он не собирается эмигрировать, ему и там живется, как бы, да, он сидит под административным арестом периодически, Навальный. Вот просто абстрактный пример человека, его высказывания, его позиции. Человек антипутинский, как он себя позиционирует, лидер оппозиции и так далее. Тем не менее, позиция по Крыму и по Донбассу у него неоднозначная. По Крыму он предлагает провести какой-то повторный честный референдум на чужой территории и так далее. Это вот маленький один пример, и таких примеров полно. Есть вообще люди, которые там подверглись репрессиям, но которые в свое время писали, что правильно там бить хохлов, аннексировать Крым это правильно, и склонна русская земля и так далее. Вот, конечно, должны быть какие-то законодательные параметры, которые учтут это. Для таких людей, которые там страдают от режима Путина, но рады, что Украина страдает при этом от России, но есть другие страны, их порядка 200 в мире, куда можно уехать от политических репрессий, спасаясь. Но Украина для таких людей, конечно, не должна стать домом, но как бы домом в качестве беженца, временного пребывания и так далее, спасение чистой жизни может для любого, наверное, стать. Но гражданство уж таким людям, которые Украину ненавидят, презирают и не считают страной, наверное, это излишний подарок, им это, собственно, и не нужно. Вот. И это стоит как-то прописать. Не знаю, какие критерии можно в законе прописать, но точно должна быть, я считаю, это же не какой-то там огромный поток людей, это там десятки, может быть, сотни людей в ближайшие там годы. И я считаю, что должна быть комиссия специальная президентская, которая разбирает конкретные кейсы российских оппозиционеров. Кто за что пострадал, кто чего как, кто и кто. Ну, делается вывод на основании собранных фактов свидетельств о том, рекомендовать ли президенту предоставлять гражданство данному гражданину России на основании всех фактов. Каждый случай отдельный, нет какой-то общей линейки, если человек в Украину приехал. Есть такие люди, которых нужно спасать, в том числе именно предоставлением украинского гражданства, даже если на него у них нет формальных оснований по родственникам и так далее. Ярчайший пример такого человека – это политический заключенный, публицист Борис Стомахин. Борис Стомахин сидит уже не первый срок, я запутал уже какой, в российских тюрьмах, у него там выпали зубы, он абсолютно больной, он младше меня, но выглядит очень таким, среком даже, но в тюрьма здоровья не прибавляет, отсутствие медицинского, значит, обслуживания и так далее, и так далее. Вот он сидит только за словами. Есть такой сборник, даже выпустили тут его друзья, Борис Стомахин про Украину. Вот если так можно выразиться, что этот человек по своей отваге, по своему пожертвованию, по своей любви к Украине и ненависти к русскому рейху равен бойцу АТО с русским паспортом, который сделал свой выбор в пользу Украины, в пользу правды, в пользу борьбы с русским рейхом. Почитайте. Да, можно в интернете найти статьи Стомахина в поддержку Майдана, в поддержку Украины в этой войне, о роли России и так далее. Причем Стомахин из тех публицистов, которые не питают иллюзий насчет того, что Путин там взупировал власть. Нет, он понимает, что эта власть путинская образовалась на почве вот этого глубинного народа, который мечтает порвощать вокруг всех, которые не считают Украину, ментально не считают Украину страной, как и Путин. И это он обвиняет в этом российское общество, обвиняет очень жестко. И поэтому он и сидит, и ни один вот этот либеральный практически товарищ России за него не заступается. Потому что это токсично, потому что Стомахин слишком резок в суждениях. Потому что Стомахин говорит то же самое фактически, что говорила покойная Валерия Ильинична Новодворская, которая имеет честь знать. Стомахина я лично не знаю, но он периодически придает мне привет из тюрьмы от общих друзей. И я обещал ему, что я буду бороться и прошу вас бороться за то, чтобы его освободили. Люди боролись в эти годы, многие публично и всяко, и в Украине в том числе. И вот говорят, дай бог это случится, в сентябре Борис Стомахин выходит после очередного, по-моему, шестилетнего срока. Ему 40 с чем-то лет. Я полагаю, ему нужно бежать, бежать, конечно же, в Украину. Я полагаю, я прошу президента Владимира Зеленского рассмотреть его кандидатуру в числе первых, тех преследуемых россиян, которым надо указан именно президента, если нет каких-то оснований других, обязательно дать гражданство. Это будет акт гражданской солидарности именно с теми людьми, которые поддерживают Украину, живя там, с отважными, честными, принципиальными, которые не поддерживают аннексию, не сомневаются в праве Украины, на части своей территории и так далее. Вот это чрезвычайно важная история. Я прошу за Бориса Стомахина. Есть и другие люди, часть из них уже переехала в Украину или в Литву еще куда-то. Искренние, настоящие люди, которые не признают аннексию ни в каком виде, никак не оправдывают Путина. А все остальное, это уже вопрос разбора частных кейсов, которые должна независимая комиссия с участием общественности разбирать и оценивать степень необходимости давать гражданство данному человеку именно в Украине, принимать решения, не знаю, там, голосованием по каким-то критериям и так далее. Я надеюсь, в законе это будет учтено. Теперь еще один нюанс, и я тоже передал об этом информацию, потому что не сразу об этом все думают, людям из команды. Владимира Зеленского, вот недавно он сказал, что нужно давать право на получение украинского гражданства потомкам украинцев, этническим украинцам, потомкам этнических украинц, которые живут в разных странах мира, в связи с голодомором, войнами и так далее, и так далее, бегством от Российской империи. Это много людей, такие в Канаде, но неважно, в разных странах. Абсолютно правильное решение облегчить таким людям, если они хотят стать гражданами Украины. Вдруг из них кто-то действительно захочет помочь своей стране, реализоваться здесь, помочь нашей бизнесе, и в любой другой работе. Это не будут, конечно, ни сотни людей, ни тысячи, к сожалению, хотя, может быть, это было бы очень полезно. Но возможность такая должна быть для людей украинского происхождения. Но точно так же, я вот это тоже сказал, что точно такое же право должны иметь крымские татары, потомки крымских татар, которые в результате восьми депортаций разных веков, разных лет оказались в разных странах. От Америки до Австралии, но в том числе и Турция, Румыния, Болгария нынешняя, Польша, Литва и прочее, прочее. Тоже, конечно, не поедет много людей оттуда в Украину жить и получать гражданство. Так за все время независимости только одна семья потомков крымских татар, и точнее даже один человек переехал в Крым. Сейчас он в Киеве снова попал со своей родины за пределы Крыма. И никакого паломничества к нам не будет. У нас вот медом не намазано в том смысле, что это не какая-то халява, которую все задумывают воспользоваться, но пусть такая возможность будет. Есть бизнесмены и в Турции, и в Болгарии, и в Румынии, которые, если будет проще это делать с гражданством, если хотят они приехать сюда или частично жить здесь, то ради бога пусть приезжают, если они любят Украину, хотят ей помогать, хотят здесь развивать что-то или просто работать на благо нашей страны. Тоже такое право у них быть должно, на мой взгляд. И третье, что я хочу сказать, я об этом только сказал в интервью «Украинской правде» вчера, но у них места там не хватило, они чуть о другом говорили, но есть еще и третья вещь, которая очень важна для Украины, безотносительно даже непосредственно России или крымских татар или этнических украинцев за рубежом. Это проблемы с рабочей силой. Это уже не просто статистика, там полтора миллиона или два или три миллиона разные цифры говорят, людей, которые уехали работать и жить, насколько временно, непонятно, но надолго уехали жить за границу из Украины. Нагаляются целые регионы, целые отрасли терпят от этого. Я сам недавно видел у посольства Литвы очередь целую за рабочими визами из наших там сварщиков, я не знаю, ну каких-то людей рабочей специальности. Польшу и говорить нечего, ну и далее везде, да. Осуждать этих людей мы не будем, каждый выживает как может, хотя я, конечно, против, чтобы люди из Украины уезжали, в такую момент страну кидать нельзя, но опять это их выбор, они не преступники. Но проблема возникает. У меня у знакомых, которые имеют производство и на производство, где требуется много людей, сельскохозяйственное производство, промышленное производство, проблема. Не хватает рабочей силы, как квалифицированной, так и неквалифицированной. Особенно это заметно в регионах Украины, из которых еще и Киев, некрупные города, высасывают рабочие руки. Рабочие руки очень нужны, но давайте все даже не брать, но конкретно для развития украинского сельского хозяйства. Украинское сельское хозяйство одна из отраслей, которые эту страну вытаскивают и вытащат. Это огромные возможности. Я буду смеяться, но я думаю, что раз в 10, а может в 100 можно поднять производство сельскохозяйственное, потому что резервов полно. И главное, что будет не хватать, кроме технологий и так далее, это рабочие руки. Мало кто знает, что, например, в России, давно уже, в центральной России, давно уже не живут этнические русские в семинах села, в этих колхозах бывших. Я сам с ужасом, с ужасом, с удивлением, ужаса тут нет, с удивлением убедился в этом. Когда у меня застряла машина однажды лет 6 назад на сельской дороге в километрах в 200 от Москвы, и я хотел, чтобы мне помогли просто потолкнуть машину, и я выяснил, что во всей округе нет ни одного русского. А жили там выходцы из Узбекистана. Мы с ним поговорили, так как наши тоже ссылки были в Узбекистане, много началось, в общем, что вспомнить. После того, как машину вытащили мою несчастную. Но сам факт. Сельское хозяйство у нашего соседа-врага работает в основном, там села опустили, даже не так, как в Украине, гораздо хуже, за счет жителей бывших стран Советского Союза. Это Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, наверное. Киргизия, наверное, и так. Из Казахстана не очень едут, там более благополучно. И вот сейчас, когда в России сложно и дорого, и доходы у людей, работающих вот этих бесправных рабочих, которых там все унижают, считают там черными, оскорбляют, их всячески бьют, убивают сотнями в год, у них хуже дела стали, на родине еще хуже, несмотря даже на то, что там их никто не бьет, не унижает, там просто нечего есть, нигде работать, как в Узбекистане, например. А это огромное количество хороших, трудолюбивых людей. Кто знает узбеков, кто подтвердит мои слова. Это как частный случай, вот из народа Средней Азии. У нас сельскохозяйственной работы много. И эти люди умеют работать с землей, это мы крымские татары знаем, когда там жили, это видели. В качестве идеи просто. Почему не рассмотреть, хотя бы не сразу получение гражданства, но облегчение получения вида на жительство для таких людей. Потому что сейчас многие приезжают и нелегалами работают, потому что официально еще, смотрят, очень сложно. Вот мы могли бы привлечь, там не знаю, ну до миллиона за год, два, три, людей, которые оживили бы наше сельское хозяйство, особенно в южных областях, в степных областях, где тяжело с рабочей силой и так далее. Почему нет? Я считаю, что это экономику поднимет и заместит рабочие места. И то же самое, такая как бы прием людей, которые хотят бизнес здесь делать или работать квалифицированными, разными рабочими, даже из России и так далее, откуда угодно. Здесь это нормальные люди, которых можно проверить. Пусть приезжают работать, потому что у нас, кстати, эта проблема скоро будет очень серьезная, она на ВВП, на все, на все, на все повлияет. Угроза у нас в безопасности от того, что трудолюбивые люди к нам приедут, никакой нет. Вот это не будет все равно каким-то огромным процентом от населения Украины. Все это будет, они будут рассредоточены по разным регионам, где им можно предлагать работу, проекты конкретные, там, сельскохозяйственные, другие, заводы и прочее. Но без этого все равно никуда. Этот вакуум рабочей силы нужно заполнять, а кем? Эстонцы к нам не поедут, латыши к нам не поедут. Представители бывших республик СССР из Азии, которые не пьют, которые в основном, которые ведут себя прилично, не создают бандитских группировок. Но я просто знаю, это совершенно другая история про банды и так далее. Узбеки работящие люди, например, и другие, проверять людей можно и так далее. Это все государство может осуществлять, но рабочая сила нам понадобится в ближайшие годы. Это просто как идея такая для наиболее гибкого миграционного законодательства и в плане гражданства, и в плане в плане трудовой миграции с последующим правом остаться в стране, если человек ведет себя от закона послушно. И, кстати, этим мы нанесем удары и России, между прочим, которая к себе всегда притягивает этих людей. Просто сейчас, чтобы, понимаете, устроиться в Украине на работу официально, этот человек должен быть каким-нибудь уникальным профессором, с уникальной какой-то личностью, с высшим образованием, с каким-то там, чтобы таких вообще подобных специалистов в стране не было, вот тогда вам дадут, ну или в этой отрасли, или в этом городе, тогда вам дадут разрешение работы. А просто рабочим приехать работать, как в наших битву ездят, рабочим. Нам нельзя, это очень сложно. А места рабочие пустуют. Вот такие вот дела, да. Что касается военного гражданства, ну, понимаете, на Украине все равно признают только одно гражданство, свое. И человек, который имеет паспорт гражданин Украины, она считает только своим гражданином. И у многих, кто есть в Украине паспорта, и Румыни, и Польша, и Словакия, и Болгария, и Венгрия, и так далее. Для Украины это граждане Украины. И по большому счету, ну, если человек где-то еще наберет себе паспортов, он об этом просто не сообщит. Так что это давно была такая филиппина грамота про двойное гражданство. Я считаю, что это не играет большую роль, как бы Америка от этого не рассыпалась, о том, что ее граждане могут иметь другое гражданство, как и другие страны. Просто это вопрос, вопрос контроля еще за угрозами, за теми, кто может предоставлять опасность для страны, а не вопрос, что людей априори объявлять неблагонадежно, потому что есть второе гражданство. Это на самом деле все в большей или меньшей степени ерунда. Украинское гражданство, оно главное, оно в Украине только признается единственным существующим. Ну, это опять-таки долгая тема для дискуссии, но свои мысли какие-то я попробовал изложить. Согласны или нет, пишите в комментариях. Я благодарен вам за поддержку, благодарен за ваши донаты, спасибо большое, то, чем мне помогает. Если вы жертвуете хоть сколько сможете на мой канал, это для меня это огромный плюс и поддержка. Спасибо за внимание.